Хотя это неправильно, но несмотря на это, ты успешная художница, как я уже говорила. И как ты сама сказала, раз твои картины покупаются, значит тебя признали, да? Успеха. Значит это успех. Для нашей страны это удивительно, да? То есть у нас, когда говоришь слово, произносишь слово художник, сразу вспоминается открытая, скажем так, своеобразная галерея, да? На Штефана Челмаре в парке со статуей Миеску, если помнишь, да? Там наши бедные несчастные художники выставляют это все в погоду и в непогоду, да? Эти бедные картины несчастные там стоят. Ты же, ну, наверное, олицетворение успеха художников всех. Я думаю, сейчас все художники тебе завидуют просто-напросто. Скажи, в чем секрет успеха? Я хотела бы поломать этот стереотип, что художники бедные и несчастные. Это зависит только от индивидуальности человека, потому что мы все начинаем с нуля. Да, и у нас у всех есть и позитивные, и негативные качества, и у нас у всех почти равные условия. Нас создал Господь Бог, и так же мы начинали и продвигались. Так, может быть, было что-то? Вот как ты себе пробила дорогу? Расскажи, может, своим коллегам. Коллегам, я хотела вот что сказать, что, конечно, помогает вера. Вера, во-первых, в Бога, вера в себя помогает, и помогают книги мне. Я читаю книги об успехе, которые меня мотивируют, потому что если не мотивироваться, можно, конечно, заснуть. Ну, а чтобы об артисте узнали, ему нужен хороший, скажем так, модное слово промоушен, да? Да, да. Как мне кажется, к художникам это тоже относится в некой мере. Вот у тебя есть кто-то, кто тебя продвигает, скажем, кто тебе помогает, поддерживает? На самом деле, самый большой промоушен – это талант. Это раз. И продвигает, наверное, моя идея, меня само уже, мое желание, потому что настолько сильное, наверное, оно открывает все двери. Я в это очень верю. То есть нет у тебя, допустим, мецената, да, который заметил твою работу и решил, молодой талант, надо продвинуть? Я вам скажу, о меценате, наверное, мечтает каждая творческая личность, пусть это художник, актер, но это все у нас не развито. Это мы говорим про Голливуд, потому что когда я буду в Голливуде с картинами, я вам точно расскажу, кто у меня меценат. Вот, конечно, пока такого мецената нету. Это бывает просто люди, которые покупают картины, на это я делаю дальнейшие сразу выставки, покупаю краски, холсты. Это моя профессия, да. Вот как тебе удалось организовать, допустим, свою первую крупную выставку? Это была выставка… Как это можно сделать? У художников ведь нет денег, да? Это можно делать, во-первых, как… У меня была выставка, и не он Финос организовал. Эта выставка была моя и моих учеников, я еще и преподаю деткам. И я просто своей идеей убедила сделать выставку не только мне, но также и юным дарованиям, которые хотят показать, что на самом деле они тоже личность, и это рисовать, и очень красиво. Эта выставка была большим успехом, как и для меня, и для детишек, и все картины были проданы детские, и мои тоже были половиной коллекции. То есть благодаря своей напористости ты, в принципе… Ну, это даже не напористость, потому что напористость – это такое грубо слово, а я думаю, что желание, инициатива и креативность во всем, наверное. Твои картины украшают многие коллекции. Вот тебе не трудно с ними расставаться, когда ты их продаешь? Знаете, мои картины – это как дети. Каждая картина – это кусочек моего я. Тебя самой. Да. И я их рисую, иногда плачу над ними от счастья. Вот. Потому что они даются, на самом деле, как роды. В конце ты чувствуешь счастье, но сначала ты чувствуешь, что тебе все-таки тяжело. Это не надо скрывать. И я не расстаюсь сразу. Если я пишу картину, я на нее смотрю месяц, два, три. Есть картины, которые годами я не продаю, и потом чувствую, что момент настал. Потому что как детей нужно выпускать с гнезда, такие картины, они должны радовать не только меня. Это было бы очень эгоистично. Художник сам для себя рисует. Я так понимаю, что одной из этих картин является вот тут та улица, одна из Кишиневских улиц. Да, пока она прямая. Сколько ты уже на нее смотришь? Уже смотрю два года, полтора года почти. И все, пока не могу насмотреться. Потому что очень зимой холодно, во-первых, душевно. И хотелось бы больше солнца и тепла. И мне помогает это. Надеюсь, и окружающим тоже благодаря моим картинам будет помогать. Художнику вообще в Молдове можно не бедствовать и жить рисуя? Мы это слово вообще не будем говорить, потому что бедствовать это зависит только от ума. Почему говорят, конечно, это в загранице, но говорят, если ты умный, почему ты такой бедный? Это жестко на самом деле. Это жестоко даже. Да, и жестоко. Конечно, я думаю, что нужно более мягче быть и просто верить. Я думаю, вера помогает. Вера, как я уже говорила, в Бога и в себя. Это какая-то гармония и какая-то золотая середина. Это и есть ключ к успеху. Судя из того, что ты сказала, в принципе, ты существуешь на своей картины, да? Я не существую, я живу очень хорошо. Я имею в виду с финансовой точки зрения, да? То есть ты продаешь свои картины, и ты можешь себе купить тот же холст, ту же бумагу, краски и так далее. Да, конечно. Это очень важно, потому что на самом деле быть художником – это очень дорогое удовольствие. Нужно быть свободным достаточно в финансовом плане. Да, и поэтому я сейчас очень благодарна, что есть люди, которые ценят мое искусство, и купив раз, они также обращаются мне и за подарком, и дальше, потому что дома сейчас люди строят, и хотят видеть красиво и окружать себя красивыми вещами. И меня радует, что наша ситуация в Кишиневе, в СНГ очень меняется, и искусство выходит на хороший уровень почти на первый план. Сейчас это очень ценно. И искусство вновь начинают ценить, и вновь начинают замечать. И почему и актеры сейчас голливудские, мы все только о них и говорим. Голливудские, они всегда хороши жили, будем у голливудских. Но они начинали тоже с нуля, поэтому самые сильные личности начинали с нуля. И только если ты знаешь, как идти, и ты пробиваешься, и добиваешься, и закрепляешься, а если ты не знаешь, можешь упасть и не подняться. Вернемся к твоим картинам. Сколько стоит картина молодых художников? Ну, вы знаете, а картины, они по-разному. Молодой – это относительно. Да, 18 лет стаж, я тоже немолодая. По-разному и зависит от того, насколько она мне близка. Во многих твоих работах прослеживается тема любви. Это отражение того, что у тебя творится в душе? Да, это правда. Потому что, во-первых, я влюблена в жизнь. Я очень люблю жизнь и люблю людей. И мужчин, и женщин, и детей. Поэтому невозможно писать картины, не будучи влюбленной в жизнь. Влюбленной в жизнь – это, конечно, очень красиво, но меня все-таки интересует, влюблена ли ты сейчас? Если вы говорите о мужчине, то я думаю, что такой мужчина должен прийти в мою жизнь. Пока его нет, но… Пока ты его еще ждешь? Я думаю, что это случится, потому что без этого невозможно жить. И никакой успех не будет успехом, если рядышком не будет человека, с которым можно разделить и просто по-женски положить голову на плечо мужское. До сих пор ты влюблялась? Да, я влюблялась. И это мне помогало как раз в написании картин. Потому что это чувство, конечно, оно самое сильное в жизни. На этом и все держится. И искусство держится, и тот же бизнес держится. Потому что так это происходит. Но большой любви, я бы сказала, что она должна прийти. А вообще ты влюбчивая? Да. Влюбчивая? Да. Но однолюб, если влюблюсь. То есть до сих пор это была влюбленность, да? Любовь. Ты считаешь, что любовь должна быть одна в жизни? Да, одна большая и должна захватить тебя, распрясти тебя, и чтобы, конечно, от нее был на седьмом небе. Ну вот я сейчас задам такой очень банальный вопрос. В принципе, мне он сам не нравится. Но все же, вот есть какой-то образ мужчины? Да, вот ты говоришь, что ты ждешь этого мужчину. Да. Если ты ждешь, то ты примерно знаешь, кого ты ждешь. Да. Как любая женщина, конечно. Какой-то образ мужчины. А ты могла его нарисовать? Нарисовать нет. Почему? Есть образ, потому что можно нарисовать, а потом придет, я верю в то, что, я верю в программирование. Я читала интересные книги, что если ты себе нарисуешь, обязательно придет. Я нарисовала образ внутренней качества этого человека. Как можно нарисовать внутренний образ? Ну, закрыв глаза, включил свечи. Конечно, расслабиться можно приставить. Это нормально. Но я думаю, что важнее для меня это было, чтобы этот человек был очень духовно богатый. Что можно было о чем поговорить. Раз, и второй, конечно. Чтобы он тебе дополнял, наверное. Да, и я думаю, что это человек, который будет ценить то, что я делаю. Искусство. То есть ты не собираешься все-таки жертвовать искусством ради семьи? Можно дополнять. Наоборот, у меня легче. У меня ненормированный график работы. Я могу работать дома. Я вот об этом говорила.